Музыка из Майнкрафта. Не знаю, есть ли ещё такие игры с любимыми саундтреками. Не только для меня, а общепринято, что музыка Майнкрафта является самыми ностальгичными, наполняя нас воспоминаниями и чувствами тоски по тому времени. Мелодии в Майнкрафте очень подходят для этой игры, и из дюжины их ни один не оказался неуместным. И я ещё не встретил ни одного человека, которому эта музыка не нравилась. Но почему так? Почему саундтреки Майнкрафта вызывают такую ностальгию и такую любовь? Почему она идеальна? Почему она так соответствует тематике игры и так вписывается? Почему всякий раз, когда мы слышим прекрасную мелодию одного из великолепного проработанных саундтреков C418, мы мгновенно телепортируемся на много лет назад, когда игра была всего лишь новой и мы были полны неуверенности, но в то же время нас переполняло любопытство? На этот вопрос мы и попытаемся ответить. А именно, почему музыка в Майнкрафте такая совершенная. Давай сначала поговорим о самых ранних саундтреках, а для этого нам надо поговорить о создании игры. Первый раз, когда музыка была протестирована в Майнкрафте, это в Minecraft Classic 0.014a, нижнее подчёркивание 0.8, выпущенное 28 мая 2009 года. Это был первый раз, когда музыка появилась в Майнкрафте. Примерно в это же время в игру были добавлены три трека от C418. Кэлм 1, Кэлм 2 и Кэлм 3, которые позже стали известны как Майнкрафт, Кларк и, что особенно примечательно, Сведан. На протяжении более года это были единственные саундтреки в игре, так как новые треки были добавлены только в альфа-версии Майнкрафт 1.2. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте обсудим эти три трека, поскольку они в значительной степени ассоциировались с самыми ранними днями существования игры. А это означает, что для многих игроков именно эти три трека часто вызывают наибольшую ностальгию. И даже по сравнению со всеми другими треками, добавленные позже в процессе игры, эти три по-прежнему выделяются как самые популярные. На первом месте по популярности находится Сведан, самый популярный из трёх треков. В силу природы музыки мы все интерпретируем её по-разному, подобно искусству. Так что мои мысли по поводу некоторых саундтреков к Майнкрафту и мои чувства, связанные с этим, могут отличаться от ваших. Я также хотел бы заранее извиниться перед всеми, кто хорошо разбирается в музыке, поскольку термины, которые я использую, могут быть не совсем уместны. Но в любом случае, когда я слышу о Сведан, меня заставляют задуматься о том, чтобы создать новый мир и побыть в нём как новый игрок, который играет первый раз. По мере того, как музыка постепенно затихает и становится всё более заметной, я мысленно представляю себе нового игрока, делающего открытия, изучающего игру и расхаживаясь по миру с любопытством, но с осторожностью. И по мере того, как песня продолжает набирать обороты, я представляю себе, как новичок добивается успеха в своих первых попытках освоить игру, таких как крафт, строительство, базы и выживание. Но потом, примерно через полторы минуты, музыка затихает, и поэтому я представляю себе, как новый игрок сталкивается с какими-то неприятностями. Может быть он умер, может быть заблудился, а может это его первая ночь, кто знает. Но это первый раз, когда игрок столкнулся с серьёзной проблемой. А затем музыка снова меняется, и примерно в это же время я представляю себе, как игрок преодолевает свои трудности, добивается прогресса и успешно осваивает игру. И наконец, когда музыка затихает, я представляю себе улыбающегося игрока, довольного собой и своим прогрессом. У произведения Майнкрафт очень похожая атмосфера и у него такое же медленное нарастание и пики. Но по какой-то причине у меня эта песня больше ассоциируется с многопользовательской игрой, а также с созданием или совместной работы с друзьями и другими игроками. Это навевает на меня воспоминания о старых серверах, на которых я когда-то играл, и о том, как я продвигался по игре вместе с комьюнити. Это напоминает мне обо всех взлётах и падениях игры на маленьком сервере, будь то огорчения, неадекватные действия администраторов или друзей. В нём также присутствует очень похожее медленное затухание, которое у меня ассоциируется с игроками, счастливо сгруппировавшиеся вместе и играющие по мере того, как музыка медленно затихает. Наконец, есть песня C418 Clark, которая придаёт мне иную атмосферу по сравнению с двумя другими песнями. Когда звучит эта песня, я представляю себя исследующим пещеры в первый раз в жизни и испытывающим ужас от неизвестности, тающийся там внизу. По мере того, как музыка нарастает, я представляю, как моё юное я открывает пещеру или начинает копать землю, а затем, когда включается пианино, я обнаруживаю большое пространство и исследую его с любопытством, но в то же время осторожно. Когда песня достигает своего апогея, я представляю себе, как преодолеваю свои страхи или тревоги, погружаюсь в глубины пещеры и получаю за это вознаграждение. Наконец, когда песня начинает затихать, я испытываю счастливое чувство, зная, что я был вознаграждён за преодоление своих тревог, отправляясь в путешествие по глубоким и тёмным пещерам. Так вот, в любом случае, это моя интерпретация музыки, и я думаю, что главная причина, по которой я, наряду со многими другими, так ностальгично прослушаю эти три трека, это во многом вызваны ассоциации, которые мы создали между музыкой и изучением игры, когда мы играли всё это в первый раз. Когда мы испытываем что-то в самый первый раз, это часто оставляет на нас сильное впечатление, а затем мы испытываем одни и те же или похожие вещи снова и снова, которые похожи на первое впечатление. Все эмоции, о которых я говорил, такие как страх, любопытство, тревога и возбуждение, которые присутствуют у большинства игроков во время игры в первый раз, ассоциируются с этой музыкой. И поскольку эти эмоции настолько сильны, что их трудно забыть в сочетании с общим недостатком знаний об игре, эти саундтреки к Майнкрафту напоминают нам о тех временах, когда Майнкрафт был новинкой, и о том, насколько невероятно захватывающим он был. Вот почему, когда воспроизводятся эти саундтреки, ты испытываешь ностальгию, потому что начинаешь чувствовать себя так, как раньше со всеми этими эмоциями. Именно поэтому эти три оригинальных саундтрека так идеально проработаны, потому что они воплощают в себе основные темы игры того времени. Выживание, приключения и прогресс. Но в любом случае, эти композиции останутся у нас навсегда в сердцах, ведь это именно та игра, которая нам подарила незабываемые эмоции.